Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. Сегодня в студии у нас директор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, доктор биологических наук, профессор Светлана Юрьевна Сильвановская. Светлана Юрьевна, спасибо, что нашли время заглянуть сюда под камеры. И мы решили построить эту передачу, этот выпуск Акцента, как своего рода послесловие к довольно бурной, неровной, по эмоциям, по аргументам, дискуссии, которая состоялась здесь у нас на телевидении Казанского федерального университета 15 мая. Наверное, многие уже из вас, уважаемые телезрители, ее видели. Я надеюсь, что вам будет интересно услышать это послесловие, когда мы кое-что обсудим уже в спокойной, можно сказать, камерной обстановке. Вот давайте прямо с этого, как мы и договаривались, давайте прямо с этого и начнем. Простой вопрос первый, вот почти два часа, да, все это длилось, действуя. И вы все это время терпеливо наблюдали и потом в конце подвели, если можно так выразиться, академический итог дискуссии с научной точки зрения. Но как вам в принципе вот интеллектуально, эмоционально, вот как бы вы оценили этих молодых людей, девушек, юношей, мужчин, которые собрались в студии, которые, очевидно, были противниками, являются противниками строительства мусоросжигающего завода? Что вы можете о них сказать? Впечатления? Ну, во-первых, добрый день, спасибо большое, что вы пригласили в свою передачу. Вы знаете, это очень хорошо, что у нас в Казани, что у нас в республике Татарстан есть неравнодушные люди, люди, которым не все равно. Хотелось бы, конечно, чтобы люди, которым не все равно, были немножко более образованы в тех вопросах, о которых они рассуждают. Хотелось бы, чтобы это не было против, чтобы это не было протест по принципу «Баба-Яга против». Хотелось бы, чтобы это было более аргументировано. На самом деле, я знакома с многими из коллег, которые присутствовали. Я была знакома с ними, когда рассматривался, и сейчас рассматривается вопрос по поводу поселка Октябрьский, по поводу вопросов Волги. Теперь я с ними же знакома при обсуждении вопроса обращения с отходами системы и мусоросжигающего завода. С одной стороны, это говорит о том, что люди радеют за состояние окружающей среды. С другой стороны, наверное, сложно быть специалистами, экологами во всех таких разных областях проблем, связанных с окружающей средой. Я хотела бы сказать о том, что, к сожалению, слово «эколог» сейчас приобрело очень широкое толкование. И на самом деле, я бы, наверное, этих людей просто называла общественными активистами и так далее. Потому что для того, чтобы называться экологами, это... То есть эколог – это не только тот человек, который выходит на протестные акции. Для того, чтобы называться экологом, надо иметь определенный объем знаний. То есть, да, чтобы быть экологом, надо быть... Нужно иметь специальное образование. И тогда мы будем говорить экологом, эколог. А сейчас это очень активные общественные деятели, которые свою деятельность реализуют в области охраны окружающей среды. Вот когда шла эта дискуссия, я поймал себя на мысли, я просто сейчас хочу двумя дополнить немножко вашу оценку, что ведь они ощущают себя не только профессиональными экологами, не обладая, по большому счету, соответствующими знаниями. Они себя еще и химиками, технологами ощущают. Они совершенно спокойно, без тени сомнений, девушка-юрист поднимается и начинают рассуждать, какие температуры, колосники, все. Это, конечно, оборотная сторона такая, да, вот этого общественного активизма. Я абсолютно с вами согласен, что было бы гораздо лучше и полезнее, что интересно, да, для развития дискуссий, для решения каких-то вопросов, если бы эти молодые люди, ну, немножечко дали себе труд подучиться. В связи с этим вопрос об учебе. Вот ваши студенты, да, в вашем институте, они такие же или они другие уже в силу того, что они понимают, что к чему, и понимают причины следственной связи? Они заговаривают, извините, вот, например, об этой тематике? Вот они как-то муссируются в кругах ваших студентов? Вы знаете как, я думаю, что этот вопрос... У нас есть у экологов специальный курс лекций, который называется управление в сфере обращения с отходами. И я думаю, что этот вопрос, конечно же, обсуждается в рамках этого курса, потому что одним из разделов этого курса является конструкция функционирования, экологические опасности от функционирования как раз мусоросжигающих отходов. Интересно, что и курс этот построен, ну, как сказать, вот примерно так же, как расставлены приоритеты в федеральном законе номер 89 об отходах производства и потребления. То есть в этом курсе рассматривается нормативная документация, и сам закон, и все подзаконные акты, и приказы, и постановления. И дальше рассматривается жизненный цикл отходов с различными вариантами технологических решений, социальные вопросы, такие как, как грамотно сделать селективный сбор, какие есть подходы к селективному сбору. Как минимум четыре основных стратегии есть разных селективного сбора. Я думаю, что времени не очень много для того, чтобы обсуждать. Далее рассматривается, как можно отсортировать отходы, если они не собраны селективно. То есть какова конструкция мусоросортировочных станций. Далее рассматривается вопрос уже переработки отходов, сортированных, несортированных. Это и переработка с точки зрения получения утильных, каких-то вторичных продуктов. И мы много говорим о технологиях переработки пластика, терифталата, бумаги, стекла, резины и так далее. И завершает это уже мусоросжигательный завод. И последний этап – это устройство и эксплуатация полигонов. То есть вот это жизненный цикл отходов рассматривается. Какие есть технологии, какие есть плюсы, какие минусы. Полигоны в данном случае имеются в виду не просто свалки, а те полигоны, где, допустим, всякие золы и шлаки уже после мусоросжигания, что ли? Вы знаете, есть разные типы полигонов. Вот то, что мы говорим, мусор – это так называемые санитарные полигоны. Есть специальные полигоны для опасных отходов, но очень часто конструируются санитарные полигоны, в рамках которых есть секция для опасных. Есть отдельно полигоны для инертных отходов, таких как строительный мусор. Эти технологии соблюдаются на практике? По-разному. 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 Дело в том, что, ну, как сказать, вот современные полигоны, грамотно построенные, у которых есть изолирующий слой, который строится заранее с установкой труб для отходящих газов, их начали строить, ну, наверное, лет 15-20 назад. Даже если мы будем смотреть на наш Самосыровский полигон, то изначально это был никакой не полигон, это была вот такая огромная свалка. Рядом с ней строили, делали дополнительную часть, уже строили более грамотно с изолирующим слоем. А восточный полигон строили сейчас, который функционирует, уже по всем требованиям и по всем правилам. У меня неожиданный вопрос. Извините, может быть, я вас прервал. Вот вы сейчас так последовательно, четко все это рассказали, а никому не приходило в голову, может быть, вам или кому-то из ваших коллег, или кому-то из этих ребят, которых мы условно продолжаем называть активистами, просто пригласить вот их на какие-то, может быть, есть короткие курсы, ну, грубо говоря, просветить. И мы бы ушли от одного из изъянов этих дискуссий, когда они становятся малосодержательными в силу малой компетентности. Вы знаете... Не пойдут? Может быть, и пойдут. И грамотные вопросы они задают. Но они все вопросы задают... Ну вот есть конструктивные вопросы, а есть вопросы, которые задаются не для того, чтобы получить на них ответ. А чтобы переспорить, да? Да, а для того, чтобы, как бы, да, вы правы переспорить. И еще я отметила, что очень часто в своих вопросах, которые они задают, им, ну, как я уже сказала, не нужен ответ. То есть они как бы для себя уже решение приняли. Ведь не случайно дама... Простите меня, пожалуйста, я забыла, как ее фамилия. Она выступала самая последняя, да? Которая живет в поселке Геля... Вера... Нет, 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 не Вера Керпель, а такая уже... А, да-да-да, я понял. Я, к сожалению, тоже не запомнил. Дама, которая из поселка Октябрьский. Не случайно ее все выступление сводилось. А где диалог с властью? То есть настрой не на то, чтобы найти какой-то компромисс. Ну, просто слонный, попросту, Геля. Да, да, да. То есть наши студенты, они с удовольствием участвуют в различных природоохранных акциях, которые и Министерство экологии образует. И они сажают лес, они участвуют в различных субботниках, в эковесне и так далее. Причем это не так, что присылают Министерство разнарядку, и такое, конечно, бывает, да, и студенты выходят. Они работают и со студентами других университетов, и с архитектурным и так далее. В связке, осуществляя различные природоохранные акции. Я еще раз хочу сказать, что эколог, это все-таки специалист. К сожалению, у нас сейчас экологами стали называть людей, которые вот просто выходят на митинги, против чего. Это уже эколог. Но эколог, это так же как инженер, так же как бухгалтер и еще что-то такое. Есть в перечне профессий, есть термин, например, эколог предприятия. И этому надо учиться. Один короткий вопрос, буквально в двух словах, если можно, ответите. Как вы оцениваете деятельность Greenpeace России? Очень много публикаций на этот счет. Вот в последнее время Greenpeace стал, ну как сказать, я хотела бы провести параллель, то есть Greenpeace стал, ну как бы, несколько политизированным, мне кажется. И акции, которые вот направлены на то, чтобы устроить какую-то провокацию. Хотя изначально Greenpeace нацелен немножко на другое. Ну, они по всему миру, ведь вы помните, одно время очень активно было, и суда там захватывали, и нефтяные платформы захватывали, или пытались захватить. Эта тактика достаточно давняя. Я почему вспомнил про Greenpeace, потому что вот я когда, ну, худо-бедно, я, конечно, там не могу быть в теме абсолютно погружен так, как эти активисты, тем более как экологи. Я всего-навсего модератор. Я модератором выступал, да, в той ситуации. Но кое-что все-таки я почитал, прежде чем мы там пришли в студию, в этот шоу-рум. И я обратил внимание, просто вот, ну, почти, ну, буквально нельзя сказать, но очень схожие, вот, текстуально даже схожие аргументации манифеста Greenpeace России, касающиеся мусоросжигательных заводов. И то, что мы услышали вот в ходе этого шоу-рума, я не стал этот вопрос там обострять, но про себя отметил. Думаю, вот, насколько велико или не чувствуется ли здесь некое методическое или методологическое влияние. Скорее всего, что да. И, конечно, это не самый, опять же, повторю, лучший способ решения проблемы, перевести ее в несколько такой, в политический какой-то аспект. Вы сейчас упомянули, отвечая на предыдущий вопрос о том, что ваши студенты сажают там леса, все вызвали у меня легкую нотку ностальгии. Я был совсем ребенком, и отец, это мы там ездили, и он мне пока вот смотри, это вот, как это называлось, масса была леса этих защитных полос, высаживались в массовом порядке. И сейчас все эти деревья, слава богу, уже выросли, они реально, тогда все это еще было, ну, это вот 50-е, где-то там, середина 50-х годов, Сталина уже не было, но это все говорили, что это вот там чуть ли не его там розчерком пера сделал. Почему я об этом вспомнил? Вот к вопросу о сборе, переработке и так далее. Продолжая тему вот тех времен, ну, мы были пацанами-школьниками, ну, и вы были, да, школьниками, мы собирали эту макулатору вообще без ума, да. Эти бутылки и взрослые, кстати сказать, собирали, ходили легенды, я помню, там Казанский стадион, там какой-то дворник там или уборщик собрал за сезон бутылок и купил Волгу, ну, всякие такие вещи. Факт остается фактом, все это собиралось и куда-то отправлялось, и это было выгодно. Что произошло? Вот, казалось бы, мы же перешли к капиталистической системе, где выгода, прибыль определяет все, да, и вдруг как-то наоборот, вот это вот все, бутылки эти никому не нужны, стеклянные, я имею в виду, оказывается, что гораздо проще из базового сырья, да, производить. Макулатура тоже мало кому нужна. Я понимаю, что часть какая-то собирается. Это вот чем можно объяснить? Это влияние изменений культуры или это только фактор изменения экономической ситуации, что вот установили такие тарифы на энергию, на перевозку, что, ну, смысла нет собирать. И на самом ли деле, вот по вашей оценке, нет смысла собирать и сортировать? Я люблю начинать ответы издалека, упалзать в стороны и так далее. Вы абсолютно правы, я вот даже когда студентам рассказываю, я говорю, что вот эта вся система была, помните, были предприятия «Стимул», куда можно было... Более того, ведь как хорошо было придумано, у меня дома книги, которые стоят, это подписка, например, Чехова, подписка Тургенева, мы эти книги сдавали макулатуру, получали талончик, и на этот талончик имели право приобрести книгу, и не дай бог какой-то том пропустить. Я хочу сказать, что для населения должна быть политика не только кнута, да, когда штрафы за то, что ты не будешь сортировать мусор, но должен быть обязательно и пряник. Так ведь и штрафами ты много не возьмешь, но не поставишь же каждому мусорному контейнеру по надзирателю. Ну, да, да, да. И раньше, насколько я знаю, то есть вот, да, вы помните, наверное, да, мы приходили за молоком, и были стеклянные бутылки, и мы эти бутылки дома мыли, приходили сдавали, и нам вычитали эти деньги из этой тары. А совершенно казавшиеся нам еще в Советском Союзе смешным опыт Китая, когда еще зубную пасту выпускали в пищевой жести, в тюбиках, и там невозможно было получить тюбик зубной пасты, пока ты не сдал использование. Они на этом миллионы тонн пищевой жести получали. Конечно. В то время, ну, может быть, позже, все отходы действительно рассматривали как ресурсы. Были даже справочники и каталоги промышленные, в которых было указано, какое предприятие какие отходы производят. И я, может быть, сейчас что-то перевру, это была государственная политика, это был госплан, видимо, который мог связать предприятие. И вот на основании этого каталога вот я понимаю, что мне нужно вот такое-то вторсырье. То есть я могу использовать в своем производстве, предположим, кислоту, которая не обязательно должна быть химически чистая. Я могу, это мне надо просто что-то там протравливать, что-то отмывать, а мне надо будет либо покупать эту кислоту, где-то запрашивать чистую за большую цену, либо я могу обратиться на предприятие, где чистую использовали, да, плату протравили, второй раз нельзя использовать, и она у них накапливается в большом объеме. Вот такие справочники-каталоги позволяли понимать предприятиям, где это найти. Я думаю, что когда мы переходили с одной системы на другой, такие горизонтальные связи были порушены. И сейчас для того, чтобы найти сырье, ведь для того, чтобы организовать производство, например, стекла из отходов стекла, это рентабельно в том случае, если ты будешь постоянно иметь поток. Ты должен гарантирован быть от того, что тебе будут поставлять. Так же, как, например, бумага. Вот я разговаривала с коллегами Набережно-Челнинским картонно-бумажным комбинатом, который очень много делает из отходов. И они говорят, мы из Татарстана отходы макулатуры получаем 10%, а все остальное получаем Марийка, Чувашия, Сибирь. Я говорю, неужели выгодно везти из Сибири? Они говорят, да. То есть нам выгодно, чтобы привезти из Сибири эти отходы. То есть действительно должна быть еще и государственная воля к тому, чтобы создать систему, когда люди будут заинтересованы в этом. Но, конечно, заставить человека, и опять-таки, может быть, вы помните это, одно время собирали органические отходы для свинооткормочных комплексов. Эти баки стояли на каждом этаже. И воняли. Да, 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 и воняли. Извините за непарлайс. Да, то есть их убрали, потому что, опять-таки, в отсутствии культуры люди начали сбрасывать туда, да, и стекло попадалось и так далее. Но идея, она была отвратительно реализована. Но идея была неплохая. Да, но это ведь... Какое количество? Если мы живем в своем доме, это используется все... Это ресурс. Да, это ресурс. Если мы живем в многоквартирном доме, конечно, гораздо проще сортировать отходы, если ты живешь в малоквартирном доме или если ты живешь в своем домохозяйстве. Ну да. Упаковку кину не в тот ящичек. Они не просто деликатно ее переложат, но еще и скажут, Светлана, посмотрите, здесь нарисовано и так далее. То есть это должно быть воспитание, это должно быть образование. Но это можно сделать? Вот смотрите, это очень правильные слова. Я просто обеими руками за, и никаких возражений здесь быть не может. Может, что меня смущает? Фактор времени. Вот это ведь, как говорится, утратить навыки или привычки, да, человека, скажем так, ну, социализированного, да, ну, скажем, совсем уже, грубо, культурного, да, вот так, по-уличному скажем. Очень просто, да, одичать очень просто, это быстрый процесс, к сожалению. А вот вернуть и привить какие-то навыки, вот это вот, быть аккуратным, понимать, что это твое, что это природа, что мы маленькая земля, что мы себе вредим. Это ведь не делается за год и два. Вы правильно сказали, я напомню опять финал этой дискуссии, 15 мая, мне показалось, что просто часть аудитории, ну, просто не услышали, вот, они не поняли, что им было сказано, что, ну, нельзя перепрыгнуть в какую-то цивилизационную ступень, хотя пытаться можно, конечно, да, но надо с детского сада воспитывать, воспитывать. Извините, я вас перебила. Я студентам привожу такой пример, я сама, то есть я не сама до этого додумалась, я была на стажировке, на лекциях и на практических занятиях шведского профессора из университета Лунд, который как раз рассказывал о полигонах, о переработке отходов, о сортировке и так далее. Что он сказал? Действовать надо на взрослых, нужно действовать через маленьких детей. Почему? Вот мама ведет ребенка в детский сад, и она, если идет одна, на улице нет машин, горит красный свет, она перебежит эту дорогу. Но если она идет с маленьким ребенком, и если она думает о маленьком ребенке, что он через два года, он пойдет в школу и сам будет ходить через дорогу, она даже в отсутствии машин остановится и подождет, пока зажжется зеленый свет. Хороший пример. Она не будет говорить, что, а, это все ерунда. Она это сделает. Ну, нормальная мама, скажем так. И вот это тоже есть способ, когда взрослому человеку, взрослого человека убедить сложнее. У него всегда будет много аргументов, почему я не могу это сделать, да, вместо того, чтобы подумать о том, а как я это должен сделать. А вот через ребенка, да, для того, чтобы не говорить, а, это все глупости. Это можно попробовать, это трудно, но есть и такой подход. Словосочетание «Дети – наше будущее» после вашего рассказа принимает неожиданный оборот, неожиданное звучание. «Дети – наше будущее» в том смысле, что они помогут воспитать взрослых. Вы упомянули также, я продолжаю линию этого дискуссии 15 мая, упомянули, что у вас в институте достаточно много уже завершенных разработок и ведутся разработки, нацеленные вот на регенерацию и на утилизацию различных отходов, различных веществ. И если я правильно вас услышал, далеко не все, если не большинство из этих разработок, не очень востребованы бизнесом, как принято сейчас говорить, и органами госвласти управления. Это так? Да, к сожалению, это так. У нас есть очень неплохие разработки по биологической переработке органической фракции твердых бытовых отходов, осадков сточных вод, сельскохозяйственных отходов, восстановлению нефтяных отходов. Это бактерии, которые поедают пластик, которые поедают вот пленку нефтяную, да? Нет, такие бактерии есть, причем очень интересно, что пластик поедают, не только бактерии, но даже определенные мушки, конечно, они внутри себя переваривают с помощью бактерий. Ну, понятно, да. Вот есть такие у нас, вот проводят исследования, мы мучаемся от того, что эти мушки периодически вылетают, но это все равно очень интересно и есть эффект. Просто дело в том, что биологические методы переработки, они наиболее природоохранно-бережные, потому что переработка химическая, она будет... Я догадываюсь, и они наиболее дорогие. Она будет быстрее. Химическая? Да. Ну, то есть, если мы что-то там делаем. Кислотой залить проще. Да. Поэтому эти процессы требуют пространства, то есть какой-то территории, требуют определенного времени. К сожалению, наш бизнес и наши предприятия живут по принципу вот здесь и сейчас. Вот мне, пожалуйста, дайте, чтобы у меня это было все через три дня. То есть мы столкнулись с этим, с водоканалом нашим, да, накоплено огромное количество осадков сточных вод. Их можно переработать в нетрадиционные... Это вот иловые поля? Иловые поля, в нетрадиционные удобрения. Но для этого нужны площади и... Это не сапропель в случае? Нет, сапропель... Сапропель это отдельно, это болото, да? Да, сапропель это ил природных водоемов, а это ил, который образуется при очистке... Ну, то есть его нельзя превратить в сапропель? Его можно в компост превратить. А, компост из него сделать. Да, из него можно сделать компост. И вот в результате, кстати сказать, это тоже проблема, да, иловые поля здесь подказали? Это огромная проблема, да. Огромная проблема. Да. И... Я понимаю, что я сейчас пытаюсь вас, может быть, толкнуть в какую-то маниловщину, но тем не менее, какой-то просвет здесь можно найти? И что, вот опять это нужно, нужно принуждение уже на уровне, там, госвластия, да, просто? Или субсидирование этих... Вы знаете, предприятию здесь не может быть никаких... Претензий? Да, потому что... Не претензий, а каких-то убеждений и распоряжений, потому что предприятие, оно ищет экономическую выгоду, оно хочет какие-то минимизировать затраты. И оно пойдет по тому пути, то есть мы предлагаем, они говорят, все отлично, но нам это не подходит. То есть надо просто найти своего заказчика. С другой стороны, я хочу сказать, что государство имеет механизмы для поддержания исследований. И с помощью того, кому оно дает деньги на исследования, оно может как бы регулировать те области, которые, вот как государство считает, должны развиваться. Приоритеты, так называемые. В частности, например, сейчас в качестве приоритетов рассматривается сельское хозяйство, потому что те приемы, которые применяются на настоящий момент, они достаточно... Ну, они традиционны, даже есть термин конвенциальное или традиционное земледелие. Но сейчас есть потребность для того, чтобы восстанавливать качество почвы, получать лучшие урожаи, есть потребность в разработке каких-либо новых технологий. Вот в эти направления сейчас отправляются достаточно большие средства. Достаточно сказать, что большие гранты, большой грант получил наш университет, в частности наш институт, на разработку проекта, который мы выполняем с конкретным индустриальным партнером, это «Заинск Сахар». В работе принимает участие фирма «Челны Бройлер». Мы пытаемся переработать, ну, то есть не пытаемся, а у нас это получается, переработать такой отход многотоннажный, очень опасный, как куриный помет, превратить его в удобрение и использовать на полях «Заинск Сахара». Светлана Юрьевна, я понял, да, я понял, о чем вы говорите. Государство определило приоритет, там, где оно определило, может получиться. Там, где оно считает, как с этими иллювыми полями, что это ладно, там пока надеется. К сожалению, особенно не на что. Наше время в эфире подходит к концу, как-то оно так стремительно у нас пролетело, вы очень интересный рассказчик. В заключении буквально один вопрос, ну, так, если от формальности отвлечься, приемная кампания ведь уже идет. Каких студентов вы ждете, вот если сопоставлять с прошлым годом, по так называемому балу ЕГЭ, по кругу интересов, и вообще у вас какой-то конкурс существует, к вам хотят идти вообще, вот, да, много таких, которые видят себя экологами или хотят видеть? Да, вы знаете, я на ваш вопрос отвечу как бы по двум направлениям. Во-первых, я хочу сказать, что у нас в институте мы принимаем на четыре направления. Первое – это экология природопользования, где мы как раз готовим тех специалистов, о которых мы сегодня говорили. Второе направление – это почвоведение. Это специалисты, которые знают, как сделать лучше почву, и вот экологи вместе с почвоведами как раз и ведут этот большой проект. Кстати сказать, на 250 миллионов. Третье направление – это гидрометеорология, и понятно, чем занимаются наши метеорологи, и это не только люди, которые дают прогнозы с вероятностью 50%, но и люди, которые работают в аэропортах и так далее. И четвертое направление – это землеустройства и кадастры, когда мы готовим кадастровых инженеров, то есть инженеры, которые знают о земле, о ресурсах, с экономической точки зрения. Такое ощущение, что на этом направлении больше коммерческих мест. Да, это направление с коммерческой точки зрения, да, это кадастровые инженеры, оно наиболее востребовано. Но я хочу сказать, все направления мы готовим специалистов, которые могут решать проблемы окружающей среды. Каких бы я хотела видеть студентов? Да, вот первое, что я хотела бы сказать. Вот государство считает, что эти специалисты ему нужны. Потому что если мы видим, что с каждым годом уменьшается количество бюджетных мест на гуманитарные направления, на наше направление количество бюджетных мест каждый год вырастает. И если в прошлом году мы принимали, у нас было на все четыре направления, 109 бюджетных мест, 50 на экологию и по 20 на три основных направления. В этом году мы будем принимать, по-моему, 125 студентов. То есть у нас увеличились бюджетные места на экологию, у нас увеличилось количество бюджетных мест на почвоведение. Но на землеустройство кадастр не увеличилось, потому что туда и контрактные студенты хорошо идут. Все понятно. И сколько на место претендует по вашему опыту? Или вот, может быть, свежие какие-то? Вы знаете как, если мы будем говорить о количестве подданных заявлений, то у нас конкурс бывает 5-6 человек. Но мы все-таки должны понимать, что ребята подают на несколько направлений. И потом, да, это общая практика, но количество студентов, которые к нам подают, достаточное. Вы знаете, какая-то обнадеживающая такая нота у нас в финале передачи звучит. Государство увеличивает количество бюджетных мест для специалистов-экологов, обобщенно скажем. Государство увеличивает объемы грантов и в целом финансирование исследований в области сельского хозяйства. И уже там почвоведение того же. Может быть, государевы люди там вверху, в правительстве нашем федеральном потихонечку начинают переставать. Вот такая конструкция, конечно, ужасная. Но я просто хочу сказать, что у меня такое ощущение, что там довольно много было временщиков, как и везде. Которые не хотели. Что такое бизнес, который говорит, дай мне здесь и сейчас, я все выкачу, я получу сверхприбыль, а потом будет выжженное поле. Это же тоже временщичество. И очень бы хотелось, чтобы было побольше людей, чтобы их становилось больше не только среди общественников, экоактивистов, так их назовем, но и в тех структурах, которые реально определяют государственную политику и понимают, что жить надо не сегодняшним днем. Хотя жизнь коротка. Да, я согласна с вами. Спасибо вам огромное за беседу. Я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что сегодня у нас было послесловие к дискуссии в шоуруме телевидения Казанского федерального университета по поводу обращения с отходами и строительства мусоросжигающего завода. И это послесловие мы организовали для вас с директором института экологии и природопользования Казанского федерального университета, доктором биологических наук, профессором Светланой Юрьевной Селивановской. Еще раз большое спасибо. А вам, уважаемые телезрители, спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!